Здравствуйте! Это новости на Антене 7 в студии Анна Рыбина. И вот, что мои коллеги успели приготовить к этому часу. Картонки налево, огрызки направо. Со временем получится компост, который можно использовать в сотоводческих организациях. В Омске открыли мусоросортировочный завод. Все идет не по плану. Хотелось бы сказать мэру города и губернатору Омской области, чтобы помогли нам с этой проблемой. На Завертяево люди полтора месяца ждут горячую воду. А также новости спорта. Сегодня бокс и гребля, и ежедневный обзор соцсетей. О чем спорят пользователи в комментариях. 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагическими событиями, которые произошли в городе Беслан в 2004 году. Террористы захватили среднюю школу номер один и три дня удерживали больше 1100 человек. В результате атаки погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В память о них каждый год 3 сентября люди собираются вместе, доказывая, что они единая целая. Одна страна, один народ и террористам никогда не найти поддержки среди них. Проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится всероссийская минута молчания. В Омске представители власти, общественности, депутатского корпуса, ветераны войны и боевых действий, полицейские, студенты, школьники почтили минутой молчания память всех, кто трагически погиб в результате терактов. К сожалению, это очень печально, потому что всегда найдутся такие люди, которые будут с оружием в руках отстаивать свою точку зрения. Мы не должны этого исключать, но надо в первую очередь налаживать диалог, чтобы это мирно решать. Иначе будет очень плохо всем людям на свете. Если каждый будет так воинственно настроен, а не настроен на мирный диалог, на решение проблемы, на решение проблемы на корню, то тогда не избежать большего количества жертв и большего количества бед. К другим темам. Сегодня в Омске открылся мусоросортировочный завод. Теперь в ангаре на левом берегу, по соседству со всем известной Кировской свалкой, будут разделять и перерабатывать отходы. В день станция может принять до 100 машин, каждая по 20 тонн. Лента перерезана, и мусоросортировочный завод сразу принимает первую машину. Все начинается здесь. Мусор попадает в ангар, и сотрудники вручную его отсеивают. Отделить нужно все, что может не поместиться на ленту или затруднить ее работу. Металлы, ящики, крупногабаритный мусор. Затем отходы попадают на конвейер, по которому они перемещаются в соседний цех. Здесь мусор делится в зависимости от размера, а потом сортируется по материалам. Пластик, бумага, стекло, которые еще называют полезными фракциями. Они-то и попадут под прессы, в итоге превратятся в компактные брикеты. Практически здесь исключен ручной труд. Он задействован только там, где происходит отбор фракции самой непосредственно. Той полезной фракции, которая может потом вторично использоваться в дальнейшем производстве. Мощность такого мусоросортировочного комплекса сегодня составляет 170 тысяч тонн в год. Это порядка 20 тонн в час, которые могут сюда сейчас привозиться и перерабатываться. Прошло 10 месяцев с тех пор, как губернатор поддержал инвестиционный проект, признал его крупным инвестиционным. Выделили этот земельный участок, без торгов предоставили его региональному оператору. Для того, чтобы возвести и построить здесь мусоросортировочный комплекс. Позже на станции должна появиться площадка для компостирования органических отходов. Из них можно делать грунты, которые пригодятся, например, для рекультивации свалок. Дело в том, что те отходы, которые не пойдут сразу в переработку, это пищевые отходы, это переработка различных органик и так далее. По технологии, которая здесь предусмотрена, она будет накапливаться, специальные аэробные бактерии, которые будут находиться там. И со временем получится компост, который можно использовать в садоводческих организациях. И даже планируется ее продажа в том числе и в мешках в виде торфа. Такой же мусоросортировочный завод по обращению с отходами строят в Ленинском округе. Всего в планах открыть в Омске четыре станции. Их должно хватить, чтобы очистить город от мусора. Светлана Урованцева, Юрий Дорошенко, Антенны 7. А в интернете омичи по-прежнему жалуются на выбросы и свалки. Любовь Федорова подготовила обзор соцсетей. В паблике хоккейной команды «Авангард» появились фотографии разобранной арены Омск. Со строения начали снимать облицовку. Под постом бурные обсуждения. Большинство пользователей шутят в комментариях. Разрешили бы людям самим разбирать? Уже завтра арены бы не было. Магнит крутит баками, как хочет. Где ему удобно, туда и ставит. Тем временем жители других микрорайонов Левого берега, Нефтяников и Ленинского района опять задыхаются от выбросов. Жалобы на жуткую вонь появились сегодня утром в интернете. Не дозвонившись в центр мониторинга, омичи пишут администраторам местных пабликов в соцсетях. Как выходить на улицу? Идти на работу? Детей отводить в садик и в школу? Нужно вводить ЧАЭС в такой ситуации? Возмущаются авторы постов и комментаторы. Нефты задыхаются. Люди, что творится? Нас специально травят? Незадачливого омского романтика обсуждают в Инстаграме. Видео, снятое на камеру наблюдения в одном из цветочных магазинов, опубликовал паблик «Омск Краш». Житель нефтяников зашел в цветочный ларек, открыл холодильник, взял 14 роз и спокойно вышел из магазина. На угрозы продавца он не обратил внимания. Позже амич сам пришел с повинной в полицию. Он признался, что был пьян и хотел порадовать возлюбленную. Видео набирают просмотры в Инстаграме, комментируют пользователи смайликами. Еще одно нелепое преступление обсуждают в Интернете. Два амича все лето воровали в крестьянско-фермерском хозяйстве поросят. Злоумышленники вывезли 10 пятачковых. Владелец КФХ понес убытков на 30 тысяч рублей. Правда, заметил пропажу только спустя три месяца. Амичи как могли боролись со свинством, пишут комментаторы. Продолжаем разбирать посты амичей. Под Омском нашли еще один источник загрязнения воздуха. Им оказалась асфальтобетонная установка. Специалисты Минприроды вычислили это во время внеплановой выездной проверки. Установка находится неподалеку от СНТ «Мечта и дружба» в поселке Горячий ключ Омского района. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель долгое время работал без экологической документации, то есть не обеспечивал безопасность людей и окружающей среды во время деятельности своего предприятия. Его привлекут к административной ответственности. Охрану атмосферного воздуха сегодня обсуждают на совещании. В разговоре принимают участие губернатор, представители Министерства природных ресурсов, сотрудники Росприрод и Роспотребнадзора. Там же работают мои коллеги. Материал будет завтра в эфире новостей. Продолжаем выпуск. Отчаяние и безысходность, злость и ненависть. Разные эмоции овладевают жителями многоэтажек на улице Завертяева. Люди уже несколько недель безуспешно ждут подачи горячей воды. С наступлением осенних холодов эта проблема дает о себе знать практически всем. Однако власти дату включения горячей воды пока назвать не могут. В микрорайоне Завертяева 21 дом, а это почти 16 тысяч жителей. И все они, включая и многодетные семьи, и семьи с маленькими детьми, и пенсионеров, и инвалидов, сидят без горячей воды вот уже полтора месяца. Терпение жителей уже на исходе. Информация о приезде антенны 7 разошлась мгновенно. Навстречу вышли полторы сотни человек. И все они отчаялись ждать горячей воды. Полтора месяца без горячей воды. Не перерасчетовывали, не перерасчетовывали. Ничего, ну как так можно? Миллионный город. Ну, нам воровали, и еще им мало этого. Приехали люди из деревни старые, чтобы здесь получить благо. Однако, они получают здесь хуже, чем в деревне узловно. Горячую! 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 Скандирование – это самое малое, на что готовы эти люди. Хотелось бы сказать мэру города и губернатору Омской области, чтобы помогли нам с этой проблемой решить, чтобы нам включили воду горячую. Жители пытаются связаться с властями через горячие линии. Общественные приемные, прямые телеэфиры, но без толку. Ракия предлагает идти дальше, писать в приемную президента. Нам помыться не... Нет никакой возможности? Нет возможности. Нет возможности. Два месяца? Два месяца. Вот так страдаем мы. Даже воду нагреваем холодильник. Так какая в воде? Дома холодная. Холодная вода, вообще ледяная. Я вот подумала, подумала и пришла к такому выводу. Нужно обратиться сразу же к Путину, Владимиру Владимировичу, написать коллективное заявление, письмо. Чтобы он каждый месяц делал совещание в стране. Да, 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 да. Да, да, да. Понимаете? Ну и пусть у меня такое желание прямо. Пусть он снимет, снимет всех руководителей, начиная от диспетчеров, вплоть до губернатора. Впервые за всю историю микрорайона жители собирают детей в школу без горячей воды. Мало у кого есть домашние нагреватели. Воду все эти недели кипятят. Да так, что у самих накипело. Очень закипело. Люди готовы на крайние меры. Готовы перекрыть дорогу Завертяева. Я как председатель ежедневно принимаю, ну, наверное, порядка 80 звонков только с вопросом, а когда у нас будет горячая вода. Жители наперебой описывают свой быт. В ванной холодина. Да, потому что полотенце не греет, полотенцесушитель соответственно. Воду-то мы нагрели, но там все равно холодно. Дети болеют. Это издевательство. Это была прямая трансляция с губернатором. Ирина пыталась дозвониться до губернатора в прямом эфире, но все ее попытки остались без ответа. Там столько вопросов говорили о реконструкции церкви, о хороших достижениях, да. А о наших проблемах, в принципе, этот вопрос так и не пропустили даже. Не ответили мне ни в контакте, в интернете, ни по телевидению этого вопроса не услышала. Единственным представителем власти на этом стихийном митинге, пусть и власти в виде общественного самоуправления, оказалась Вита Степанова. У председателя КТОСа самая последняя информация. Тепловая компания сегодня буквально в звонке мне подтвердила, что технически все готово. Укомплектован дополнительный штат для того, чтобы обслуживала котельная. Горячую воду в дома на Завертяево раньше подавала местная котельная. По решению суда она обанкротилась, и теперь все имущество передается на баланс администрации города. Котельная полностью технически исправна. Мы провели элитаризацию имущества. Наши специалисты с тепловой компанией провели технический осмотр, провели аудит. Котельная 100% технически исправна. Она будет подготовлена к отопительному периоду, установленную в законном сроке. Единственная проблема в документах, которую не может предоставить собственник бывший в администрацию города. В мэрии говорят, что вопрос подачи горячей воды и тепла в дома на Завертяево находится на контроле главы города Оксаны Фадиной. Мы будем следить за этой ситуацией. Евгений Нинефанов и Максим Баринов. Антенна 7. Та же проблема в микрорайоне «Кристалл». В редакцию обратились жители одного из домов. 2 сентября в многоэтажке должны были подать горячую воду после планового отключения. Но в назначенный день вода в кранах так и не появилась. В тепловой компании пояснили, что на котельной по адресу Дмитриева 8 дробь 5 нет газа. И посоветовали обратиться за разъяснениями в «Газпром Межрегион Газ Омск» как поставщика газа. Мы направили в организацию официальный запрос. Позвонили председателю, на что нам сказали, что котельную отключили от газа, поэтому неизвестно, когда будет горячая вода. Вечером мы уже открыли интернет, начали читать в интернете, что в «Контакте» и авиагородок отключили, еще там где-то поотключали. То есть не мы одни с такой проблемой столкнулись. На улице холодно, отопления нет, воды горячей нет. Просто вот с детьми, с маленькими, очень как-то некомфортно. Вот так. А почему отключили котельную? Сказали, что за долги перед «Газпромом». Ну не знаю, мы как честные плательщики, ежемесячно оплачивая квитанции, не имея никаких долгов, не понимаем, почему мы должны из этого страдать. Вы смотрите новости на Антенне 7. Сегодня о мечей позабавила новость из Оренбурга, где накануне города на улице Советской установили памятник. Вот он. Местные жители скульптуру сразу же раскритиковали, а позже выяснили, что она удивительным образом похожа на нашу Любочку. Правда, гораздо страшнее. Однако скамейка, поза, в которой сидит дама, прическа и даже положение рук с томиком стихов выдает, каким именно примером вдохновился автор. Неподалеку от Любочки на улице Ленина есть еще одна скульптура. За столом возле самовара восседает купчиха Мария Шанина. Кто это, расскажет ГИД 55. Посмотрим. В начале 20 века на перекрестке Гасфортовской улицы и Любинского проспекта появился роскошный для Омска дом. Это был магазин купчихи Шаниной. Проект выполнил архитектор Хворинов. Он искусно вписал дом в обрывистый ландшафт, а также использовал активное украшение фасада. Лепнина, билюстрада, купола и башенки. Первый этаж занимали мануфактурный, галантерейный зал, а также отдел готового платья и обуви. Интересно, что апартаменты самой Марии Шаниной с семьей находились здесь же, на втором этаже. Дом-магазин первый в городе освещался электричеством, а клиентов обслуживали с помощью кассовых аппаратов. Шанина доставала из Москвы самую модную одежду русских и заграничных домов и устраивала в Омске показ мод. Поскольку готовые изделия были достаточно дорогими, купчиха в 1910-м открывает швейные мастерские, где люди могли заказывать ваших одежды по каталогам. У Марии Шаниной был яркий предпринимательский талант. Именно в ее магазине впервые в городе появились распродажи. Они назывались «Фоминская дешевка» и пользовались огромной популярностью, потому что в дни распродажи даже небогатый человек мог позволить себе купить качественную вещь. В советские времена ее магазин стал суммом, а сейчас это торговый центр Любинский. В память о знаменитой купчихе город установил скульптурную композицию. Купчиха восседает возле своего дома у самовара с чашкой чая и гордо позирует фотографу, а заодно и всем омичам. Омские грибцы завоевали семь медалей в международном соревновании на Кубок президента Российской Федерации. В Москве состали... ...государств. Острый спор разгорелся в каждой из номинаций. Омские спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства. Первым на пьедестал поднялся дуэт Роман Анушкин и Владислав Литовка. Грибцы завоевали золото на дистанции в один километр в споре байдарок-двоек. Затем стали вторыми на 500-метровке в составе байдарки-четверки. В состязании женщин две медали на счету Анастасии Панченко. Сначала спортсменка в паре с Верой Сабетовой выиграла серебро в заезде байдарки-четверки на дистанции 500 метров. Затем завоевала бронзу в споре байдарок-двоек на той же дистанции в полкилометра. Омские бойцы Муай-Тай отлично выступили на чемпионате Европы, который проходил в Белгороде. В ярких зрелищных поединках завоевано три золотые медали. Какие техники принесли успех нашим спортсменам, расскажет Владимир Истомин. Высокий темп, концентрация, точные акцентированные удары. Дмитрий Ахмедов весной выиграл золото чемпионата мира. Остался верен своему спортивному кредо – не стоять на месте и не повторяться. Блеснул разнообразием атакующих комбинаций. В этом году спортсмен много работал над сложной техникой ударов локтями. Упорно тренировался, советовался с главным тренером омской команды Олегом Кудринским. Этот подход принес успех. На чемпионате Европы Дмитрий Ахмедов здорово применял отвлекающие маневры. Мгновенно атаковал локтями в открытые зоны. В финальном поединке категории до 60 килограммов. А мяч взял верх над спортсменом из Кыргызстана Александром Вавиловым. Старался встречать его локтями. Боковыми, прямыми, с разворота. Меня бой вообще порадовал. Мне очень понравился бой. Такой прям взрывной был, хороший. Триумф еще одного талантливого спортсмена Антона Чижихова. Весной мяч выиграл золото чемпионата мира. За лето Антон прибавил физики, наработал новые интересные комбинации и буквально сокрушил своих соперников. В серии уверенных побед на пути к финалу решающий поединок Антон выиграл техническим нокаутом. Успех омских спортсменов прокомментировал старший тренер Федерации Муай-Тай Омской области Олег Кудринский. Много турниров, и наши спортсмены часто выступают, они приобретают опыт. А опыт работает уже сам на себя. То есть, как бы, вы сами понимаете, три спортсмена с Омска поехало на чемпионат Европы. Три спортсмена стали, все три спортсмены завоевали три золотых медали. Эмиль Мусаев выиграл золото первенства Европы. Спортсмен отлично реализовал свой конек, мощные удары ногами. По словам Эмиля, отточить технику помогли выступления в популярном омском турнире один на один. В поединках первенства боец смело менял направление атак, чередовал связки из высоких ударов ногами, выпады коленями, подхваты. В финальном поединке уверенно победил спортсмена из Кыргызстана. Я горжусь тем, что представляю Омскую школу тайского бокса, клуб «Летур». То, что мой тренер Олег Кудринский очень часто проводит в Омске турниры. То есть, это помогает росту. С каждым боем опыта все больше и больше. То есть, это имеет значение выступать очень часто. Благодаря этому я выиграл бой на чемпионате Европы. Два следующих соревнования у омских бойцов пройдут на родном ринге. В воскресенье состоится спарринг-турнир. А 21 сентября в центре «Единоборств» пройдет очередное соревнование из серии 1 на 1. Соперниками наших бойцов будут спортсмены из ближнего зарубежья. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, «Антенна-7». К этому часу у меня все новости. Делитесь своими по телефону редакции 308-058. Пишите нам в ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. До встречи. Профессиональные юристы центра «Сибири» проверят правильность начисления вашей пенсии, обжалуют решение пенсионного фонда об отказе в назначении пенсии. Запись на бесплатную консультацию по телефону 33 99 44. Субтитры создавал DimaTorzok